Всем привет! В этом видео я покажу вам полсотни крутых инструментов из Китая. Кто еще не нажимал, нажмите пожалуйста на этот колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы и конкурсы. Ссылки на инструмент из видео и как экономить деньги с покупок уже в описании. Те, кто досмотрит это видео до конца, смогут поучаствовать в конкурсе с крутым призом. Поехали! Настольный мини токарный станок. Для такого станка не нужен гараж и можно работать даже на балконе. Станок имеет 7 скоростей с регулировкой от 4000 до 8000 оборотов в минуту. Регулировка расположена на блоке питания, так что при уменьшении оборотов будет падать мощность. В комплект продавец кидает резец. Для тех, кто не знает, такой станок предназначен только для деревообработки. Металл он просто не потянет. Автоматический кернер с рукояткой. Очень удобный и нужный инструмент. С ним вы с легкостью сделаете углубление под сверление. С помощью этой красной рукоятки можно отрегулировать силу удара. Также благодаря ей вы получаете минимальную отдачу и рука у вас не будет уставать. Стриппер. Предназначен для снятия изоляции с проводки. Также в этом инструменте есть ножи для обрезания проводов и углубления для обжимания их. Но обжимать будет очень сложно. Если вам нужно снять много изоляции с проводов, то скорость работы с таким инструментом увеличится. Ленточный шуруповерт. Им можно сверлить отверстия, крутить саморезы в гипсокордон и закручивать саморезы шестигранной головкой. Получается в нем сразу три инструмента. При больших объемах крепления гипсокордона этот инструмент увеличивает производительность в несколько раз. Цифровой мультиметр. В данном приборе используются современные технологии определения реального эффективного значения переменного тока. Мультиметр измеряет напряжение до 1000 вольт. Переменная и постоянная. Питается прибор от двух батареек типа 3А. Благодаря огромному дисплею все измеряемые значения будут отлично видны. Электронный штангенциркуль. Данная модель является самой дешевой на Алиэкспресс. Он имеет погрешность 0,1 мм. На штангенциркуле идет три кнопки. Включение-выключение, обнуление и кнопка изменения величины с миллиметров на дюймы. С таким штангенциркулем производить измерение одно удовольствие. Также и можно измерить глубину и диаметр отверстия. Суперключ. Этот ключ заменит вам множество обычных ключей, а также газовый на малых диаметрах труб. Продавец присылает сразу два таких ключа. Имея их, вы никогда не зададите себе такой вопрос. Какой же ключ мне нужен? На 17 или на 15? Набор отверток. Включает в себя 24 разных биты и держатель. С помощью их вы сможете легко разобрать ваш айфон и поставить нормальный аккумулятор. А если без шуток, набор очень хороший и с ним вы всегда сможете открутить любую мелочь. Универсальный гаечный ключ. Прелесть этого ключа в том, что сила давления распределяется на все шесть сторон гайки. За счет этого данным ключом легко все откручивается, а также грани у гаек остаются целыми. Магнитные угольники. Очень нужное приспособление для сварщика. Приходит сразу два угольника. Внутри их находятся неодимовые магниты. Это самые сильные магниты, которые есть на земле. Соединив ими детали, вы сможете смело варить. Ручной заклепочник. Как известно, клепочные соединения очень прочные. Зачастую заклепки используются для крепления листового металла. При клепке вы получаете неразборное соединение. Хотя разобрать можно, если повысверовать заклепки. Ножницы для рыбака. Я думаю, у каждого рыбака бывает такая ситуация, когда рыба заглатывает очень глубоко крючок. Вы можете попробовать вынять крючок обычными ножницами, руками, но это будет лажа. Поэтому этот инструмент имеет много заказов. Технический фен. Применяется для сварки, пайки, сушки. Но голову не советую сушить. В комплекте приходит дополнительная насадка и инструкция на английском. Нажимая на кнопки, можно отрегулировать температуру нагрева от 50 до 550 градусов. Дешевый поливизатор. Для качественной покраски это незаменимая вещь. Стакан в нем небольшой, поэтому целесообразно использовать его при небольших объемах покраски. Инструмент для плитки. Продавец присылает сразу два приспособления. Одно из которых снимает излишки силикона, а второе выравнивает его после нанесения на поверхность. Дешевый шуруповерт. Для домашних нужд его хватит с лихвой. На нем имеется индикатор заряда батареи, а также есть фонарик и регулятор скорости вращения. Ручка-гравер. С помощью нее вы можете сделать подпись на металле. Разукрасить понравившийся вам камень. Да и вообще можно писать даже на стекле. Все что вам нужно, удерживать кнопку и вводить по поверхности. Беспроводной пистолет для термоклея. Работает от двух батареек типа 2А. Клей разогревается за 3-4 минуты и можно клеить. В комплекте идет три клеевых стержня. Силиконовая лента. Должна быть в каждом доме. После наматывания на поверхность силикон застывает и получается очень крепкая оболочка. Она с легкостью устранит любую протечку, даже под большим давлением. Электрический фен для раздувания углей. Работает от 4 пальчиковых батареек. Дует очень хорошо и угли сразу становятся красными. Насадка для резки. Надевается она на дрель и хорошенько зажимается в патроне. Данным приспособлением очень удобно резать тонкий металл. Особенно если учесть, что болгаркой не всегда можно вырезать в определенных условиях. Также насадка не оставляет заусенец. Магнитная масса. При сварке бывает так, что обычную массу не за что зацепить. Так что приходится ее прихватывать. Да и не особо они долговечны. У меня почти всегда пружина лопает от перегрева. Магнитную же массу можно зацепить куда угодно. При повороте рычага влево магнит отключается и вся прилипшая стружка легко осыпается. Направляющая для коронок. Подойдет для коронок от 22 до 80 мм. Направляющая крепится с помощью присоски на плитку или стекло. Также при сверлении не забываем поливать водой, чтобы не перегрелось. Гайка лом. Предназначен для рубки гаек, которые не хотят откручиваться. Все очень просто. Вам нужно крутить ключ до излома гайки. При этом резьба на болте останется целой. Насадка заклепочник. При больших объемах клепки такая насадка сэкономит вам кучу времени. Поставить ее можно на шруповерт, перфоратор или даже дрель. Концы от заклепок вылазят легко. Универсальный ключ для болгарки. Этим ключом можно снять круг с любой болгарки. Если конечно его супер сильно не зажало, тогда вам остается только стачивать его. Намагничиватель отверток. Очень полезная штуковина. Ей можно как намагничивать, так и размагничивать отвертки. Для намагничивания достаточно всунуть в отверстие и подержать буквально секунду. Все, теперь все шурупы отлично липнут. Пластиковая лента. Подойдет для обклеивания различных угловых щелей. Ширина ленты 38 мм, а длина 3,2 м. По центру ленты идет изгиб, так что клеить ее очень просто и удобно. Уравнитель. Центрирует место под отверстие. Применяют в деревообработке для идеального сверления отверстий. В комплекте идет кейс с насадками и уравнителем. Сантехнический пистолет. Данная штуковина очень мощная. С ней главное не переборщить с накачиванием, а то может разорвать соединение. Для пробивки засора нужно закачать воздухо, а затем при плотном удерживании нажать на кнопку. Кстати, в комплекте идет 4 насадки под разные места пробивки. Спиральные ступенчатые сверла. В комплекте приходит 3 сверла, с помощью которых вы сможете сделать дырки от 4 до 32 мм. Преимущество ступенчатых сверл в том, что с ними удобно начинать сверление больших дыр. А также сверла снимают фаску. Чтобы они дольше прослужили, не стоит забывать правила сверления. Магнитный браслет. В карман наложить всякие шурупы, саморезы, биты не очень правильно и опасно. Плюс к этому надоедает постоянно доставать их. С таким браслетом очень удобно работать. Можно наложить туда кучу мелочи, и она будет отлично удерживаться. Ведь в браслет встроены очень сильные магниты. Заточка сверл. Подходит для сверл от 3 до 12 мм. Работает она от 220 вольт. Вот чем еще можно заточить сверла в домашних условиях. Только такой машинкой. Универсальный ключ. Может открутить-закрутить различные болты, гайки, шпильки от 7 до 19 мм. Вообще это находка для любого мужика. При надавливании головка влазит в ключ и можно откручивать. Электрический нож. Работает он от 220 вольт. Нужен для обрезки различных клеенок, тканей и канатов. Чтобы они не распушивались, тем самым нож придает им эстетический вид. Советую быть с ним очень осторожным, чтобы не получить ожоги. Точильный станок Лейминг. Диск в нем с алмазным напылением. Так что хватит надолго. Таким станком можно заточить рубанки, зубила, ножи, сверла, топоры и так далее. Насадки в станке можно запросто менять. Углы заточки выставлены самой насадкой. Так что ошибиться нереально. Электрическая отвертка Xiaomi. Работает от двух батареек типа 3А. В комплекте приходят целых 18 бит. С такой отверткой выполнять разборку-сборку различных гаджетов будет очень увлекательной и простой задачей. Паяльник Hilda. Сразу приходит паяльник, 5 сменных головок и подставка. Головки выполнены из качественно нержавеющей стали. На паяльнике имеется регулятор температур от 200 до 450 градусов. Вот хорошо, что продавец сложит подставку, а то без нее можно и делов натворить. Multitool Work Pro. В нем есть буквально все, что нужно для работы в полевых условиях. А именно, молоток, плоскогубцы, нож, пила, напильник, две отвертки и открывалка для бутылок. Инструмент выполнен из хром-ванадевой стали. Это придает ему огромную надежность. Паяльная паста Mechanic. Вся прелесть ее в том, что никакого паяльника при ремонте проводок не требуется. Паста состоит из мелких частиц олова, свинца, смешанных с флюсом и различными добавками. Температура плавления 160-180 градусов. Так что паять можно обычной зажигалкой. Щипцы Drill Pro. Те, кто работал с гипсокордоном, сразу понял, для чего нужен этот инструмент. А нужен он для соединения профилей между собой, чтобы их не клепать и не брать на саморезы. Лазерный дальномер LongWoon может измерить расстояние до 120 метров с очень высокой точностью. Сохраняет в памяти 20 последних измерений. С таким прибором очень удобно измерять площадь и объем комнаты. А также, если вы не помните теорему Пифагора, прибор вычислит эту сторону нажатием одной клавиши. Так как дальномер предназначен для стройки, он пылевлагозащищен. Набор инструментов WorkPro. В этом чемодане 165 различных вещей. Молоток, рулетка, ключ, трещотка, разводной ключ, плоскогубцы, гаечные ключи, набор шестигранников, набор отверток и так далее. В общем, список большой. Ручные тиски Laoa. По мне так этот инструмент схож со струбцинами. Отличие лишь в возможности захвата. Для сварщиков, безусловно, такие тиски очень актуальны. При зажимании срабатывает защелка и заготовка зажата намертво. Перфоратор DECO. Как же я обожаю этот автоматический перевод на русский. Инструменты этой фирмы обладают очень хорошим показателем цена-качество. С таким набором победитовых сверл и пик, соседи будут в восторге от приобретения вами такого инструмента. Набор экстракторов Binoax. В комплекте приходит 4 штуки разных размеров. Когда у вас слизана головка болта или шурупа, на помощь придет этот инструмент. Вставляете нужный экстрактор и откручиваете. Это самый простой способ. Строительный нож WORK PRO. Честно говоря, это незаменимый инструмент на стройке. Данный нож складывается как обычный складной нож. Тем самым занимает мало места. Сбоку находится отдел с запасными лезвиями. Система удержания лезвия очень надежна. При затуплении вы просто переворачиваете лезвие другой стороной. Циркулярная пила CROTON. Приходит в фирменной коробке. Пиляет дерево хорошо. Продавец очень щедрый, что даже с диском по дереву присылает. Керамический пинцет TOOZO. Пинцет в основном применяют при пайке. Тем более в этом пинцете керамические наконечники, которые практически не нагреваются. Что придает ему большую производительность. Болгарка BORD. Хорошая болгарка за свои деньги. Работает не шумно, практически без вибрации. Но конечно все зависит от круга. Есть возможность переключения скоростей от 0 до 11 тысяч оборотов в минуту. Также в комплекте идет ключ для снятия круга и дополнительные щетки. Сейчас вы видите комментарий без лайка из прошлого видео. А в следующем видео может оказаться ваш комментарий, если он останется без лайка. Призом в конкурсе будет 10 долларов на любой товар из Китая. Или же 10 долларов на вебмани. Итоги будут подведены через 2 дня. А для участия нужно поставить лайк под этим видео. Написать любой комментарий. Абсолютно что угодно. Все комментарии под видео участвуют. И быть подписанным на мой канал. Не забывайте открывать подписки и лайки. Иначе при выпадении в рандоме я не смогу проверить выполнение условий. И вы просто пролетите. Для тех кто не знает что купить на распродаже. Советую посмотреть другие видео. Все они отсортированы по тематикам в плейлистах. Желаю хорошо закупиться. Пока пока.